Слава Богу! Звоню к Вам с просьбой, по книгам как там? Так, книги еще не пришли? Нет. А я же Вам выслал, какие номера следить-то за ними? В интернете? Ну, конечно, по почте-то. У каждого ящика по ссылке номер, и Вы можете следить, где они идут. А, понятно. Так, а Вы что, не смотрели? Я Вам выслал на следующий день, сразу. Ну, у меня что-то ребенок был наглядся, а я сам надо, чтобы кто-то настроил. Надо было посмотреть. Ага. Звоню к Вам с просьбой. Да. Вышло видео наше. Да. И сразу тут это, обрушились. Обрушились-то кто? Это Ваши соратники. Ну, наши соратники. Вы даже увидите, где Вы находитесь. Я как раз смотрю сейчас, как львы борются с гиенами. Ага. И прямо так. Серьезно. Серьезно. А то Вы не знали, где Вы находитесь. Вы ничего не сделали, ничего нет. Это волчья стая. А то Вы-то никогда бы не знали, где Вы находитесь. В общем, так это... Не думал, что так все серьезно там у Вас это. А что серьезного-то ничего и нету. Это страх. Страх, что такое? Соломон объясняет, это лишение помощи от рассудка. Им сейчас не до этого будет, после встречи с папой, сейчас что делается среди монахов и другое. Так что ноги не успеваете подставлять. Серьезно. А что серьезно-то Вы? Жене изменили где-то или еретиком стали? Какие претензии так Вам могут быть? Видимо, так. Самый главный принцип уподобления Богу, Бог по образу и подобию создал человека. Свободой наделил. Это рабы. Жалкие, презренные рабы. Они вторгаются в Вашу жизнь. Вы сразу дайте отпор, чтобы ни одна, говорится, не лезла скотинка в чужой огород. Зачем же это так позволяете? Вы человек свободный. С кем Вам общаться? Вы сегодня можете общаться с кем угодно. Вы не в тюрьме сидите. Серьезно. Ничего серьезного нету совсем. Они Вам ничего не могут сделать. Это просто они лают, кусают. А вот больше ничего они не могут сделать. Вы сами подумайте. Посмотрите. Христос посылает учеников и говорит, посылай как овец среди волков. И кто волки-то? Ну легко понять. Среди иудеев пошли. Язычники. Коммунисты. Фашисты. А когда считаем двадцатую главу Деяния, двадцать девятая глава, он собрал епископов и священников и говорит, восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Лютые, это бешеные. То есть это не сравненно с хуже. А какое отношение епархия Томская или какая имеет Барновольская? Никакое. Манкурты. Злоба абсолютная. Помутило разум и все. Никакого. Они на местного архиерея, местный митрополит Сергий Иванников, московского патриархата, к нам приезжают, служат. Так они на него напали. Он говорит, а что это за люди такие-то? Одержимость бесовская. Он говорит, у меня такое мнение сложилось, что они хотят вас убить. Это люди ходят в алтаре, а у престола поднимают руки. Кто они такие? Никто они такие. Это Дудин, больная голова, воспаление мозга. Это одержимое демонической силой. И они ничего не могут сделать. И никак. Он берет семь злейших и поселяется. С кем бы мы не встретились, вот я встречаюсь где-то, а они всех выискивают и начинают терзать. Это демоны в человеческом образе. Это человеку не свойственно. Ясно, что они не молятся. Ясно, что народом они не занимаются. Священнику ли это делать? И он не смотрит, вы священник. Нет, ему разницы нет. Это бешеные волки. Оперативно так не успела выйти, и сразу телефон нашли и все это. Раз, два, пять. Вы никогда перед ними даже не наклоняйтесь. Это бешеные волки подлежат отстрелу. Господь их уничтожать будет. А за них надо молиться. Молиться, чтобы, может быть, в судный день Бог простит что-то им. Они лживые, они проклятые Богом за то, что они делают с народом. Представьте, митрополит, он никакого отношения к ним не имеет, наш митрополит Алтайский. И они на него нападают. Они не признают никого. Совершенно. Почему? Часто причащается. Недостойно. Я перезвоню, Том. Вот еще одно доказательство. Кто они такие? А сколько мне там за... Я так еще и не выслал остальное за пересылку. Ну, а я вам там написал сколько. Сколько за пересылку и сколько не хватало. Вы написали, сколько не хватало, а за пересылку ничего не писали. Я написал, вы не получили. Вы под скайпом, вот как мы говорили в скайпе, я прям под скайпом сразу же вам дал данные. Ага. Я еще раз посмотрю, сейчас надо по документам посмотреть, по чекам. И вы за ними смотрите. Сейчас идентификация ООН, номер дается, и вы можете смотреть, где посылка идет. Где она находится? В Ульяновске, там во Владимире. Где она идет? А с этими и говорить не о чем, даже и не поминайте. Только на молитве. Молитесь там, это Дудин и Сергей. Они там все вкодлые называют патриаршие. Сейчас им не до этого будет. События такие разворачиваются, что жареным уже со всех сторон воняет. Они ничего не понимают. Где это видно было, чтобы человек, имеющий сан, ну это, предположим, что сан у него настоящий-то. Чтобы ему было поставлено в задачу творить зло, нападать на своих людей. Вы не найдете ни у мусульман, ни у буддистов, ни у кого нету. Вот почему Дмитрий Смирнов выступает и говорит в Москве, священник Дмитрий Смирнов. Он говорит, какая у нас вера? Бесовская. Бесовская вера. Весь ответ. Берет, говорит, семь злейших и поселяется в человеке. А почему? Они заняты. Если бы они заботились о Боге, они думали бы, как людей привлечь. И они прекрасно знают, что вот я работаю как миссионер 53 года. И 53 года всех до единого направляю в храмы Московской Патриархии. Это нонсенс. И что они против вас воюют, это не то слово. Это отравители. Я каждый день ролик составляю, отчет за день. Я показываю, кого они узнают, они немедленно нападают на него. Ты должен приготовиться к искушению. Ничего нельзя. Христа гнали, будут гнать вас. Это доказательство того, что вы не такой, как они. Это уже одно похвально ваш адрес. Мы с ним беседовали хорошо. Есть местные ебарги, местные ебископы. Что он может к вам сказать-то? Ничего нет. За вами вообще ничего нет. Вы свободный человек. У нас было это в Тульской епархии также. Вызывают там наши знакомые. Он с батюшкой давно дружит, еще с дьяконских времен. Там 30 лет, наверное. Отец Иоанн Суворов. Он построил храм. У него знакомый там миллиардер этот. Ей помогли построить храмы. Он как заслуженный там протоиерей-то. Но вот оказалось, что мы у него в гостях были. Его в епархию вызвали. Взяли книги, сенсорский отдел. Книги мои. Проходит три месяца. Он говорит, книги-то верните. Они из библиотеки. Их выманули. Дескать, нам в семинарию они нужны книги. Они лугунишки. Да тебе зачем это? Ты дай обещание, что ты не будешь Лапкину помогать по книгам и прочее. Но вы найдите что. Ладно, и мне скажите. Да зачем тебе знать? Четырнадцать лет это срок. Четырнадцать лет. Четырнадцать лет. Сенсорские отделы исследуют. Киева-Почаевская лавра. Сейчас Дворкин там. Вон они спихнули. Ничего нигде нету. Одно. Ненависть. Помутившая рассудок. Вы помните слова Исидора Пелосиота? Он говорит, предвзятость заранее настроенной. Не дает здравого мышления. Он настроен против. А злоба вообще отнимает разум. Вот и все. Ну как бактеист, так иконам. С ним говоришь, говоришь. А он все равно. Да. Да. Это то же самое. Ну с этими легче говорить. Они Библии верят. А этот ничему не верит. Ничего не верит. Раздают детские Библии и спасителям. Да. Я говорю, ну вы такового здесь изобразили. Спасителя. Ну а мы на иконах такового изображаем. Да. Ну сравните. Вы же распланяетесь им. Ну вы же считаете нас детьми, что нам вот как детям нужны вот изображения. Вы же для детей печатаете вот. Не считаете это идолом. Говорите, что это спасители. Мы же поклоняемся спасителю. Ни картинки, ни бумажки, ни доски. Вот видишь, это человек одержимый своей идеей. Они все равно вот не кланяйтесь. Не кланяйтесь, ну. У них что главное? Это первое. Это иконы. Идол. Второе. Нет рукоположения с апостольских времен. И тысячелетнее царство. Вот три пункта, по которым легко определить, как далеко они ушли. Они верят, тысячелетнее царство будет когда-то. А по православному оно началось на Голгофе. Ну, крещение детей и еще вот. А это все, это уже по мелочи. О крещении детей. Дмитрий Смирнов выступает там, у Осипов, Алексей Ильич. Что крещение детей-то ничего, говорит, не дает. Когда люди-то неверующие. Крестить только у тех, которые люди действительно церковные. Сами. Учат детей. А я, говорит, крестил 20 лет, обернулся, никого нигде нету. Кем они стали? Парни стали наркоманами, девки-проститутками. А кого я крестил-то? Православная проститутка, православный бандит. А если верующие, они с ребенком приходят в храм, вовремя причащаются, соблюдают посты. Ну, правильно рассуждают. Рассуждение-то даже основывается на Святой Библии, а не на вымостах человеческих. Ну, бывают и обратные. У меня тоже в доме все как бы далекие. Я не скажу, что неверующие, ну и, скажем так, не церковные люди. Ну, Господь привел. Я в 9 лет пошел в храм. Крестили тоже в детстве. А вы о ком говорите? Родственники в какой степени родства находятся? Ну, под мать. Дело в том, что канон говорит, доколе не сделаешь родственников верующими, не имеет человек надежды стать священником. Это канон говорит. Всех. Всех. То есть, ты покажи, на что ты способен. Ну, сейчас вот брат, как бы я его, ну, сам он как-то посмотрел. Сейчас брат, слава Богу, все ведет духовную жизнь. Ну, а мама так, когда как, ничего не отрицает, но не сильно исполняет. Сейчас все вопрошают о встрече патриарха там в Гаване с папой. Ну, сильные нападки там на патриарха. Встречался чуть ли не с сатаной. Ну, все. Там монах Афанасий рассылает. Сейчас афонские разные послания идут. Ну, и мне все время отовсюду идут. В данном-то случае, я говорю, у них переговоры были за воротами, за закрытой стеной, мы не знаем что. А открыто-то ничего против и не было. Поэтому патриарх нуждается в помощи и молитве, а не в осуждении. А католичина-то все уже в православии-то. Посмотри, как себя, как выглядят бритые священники-то. Крещение не производят, как должно одно мощение. Ну, остальное-то посмотрите как. Настоящей-то исповеди нету. Подряд всех гонят и все. Чего боитесь-то, когда уже все разрушено? Ты хочешь увидеть, как должно быть-то? Поезжай там на Берсеневке у отца Кирилла, посмотри. У Сахарова. Около храма Христа Спасителя. Вот у него община, настоящая община. И все время они собираются и занятия ведут. И люди одеты по форме. Строго, все как надо. Я его знаю уже, если так сказать, 25 лет. Он к нам приезжал с детьми. Был. Очень талантливый батюшка. Член Союза писателей. Вот. Говорили, да. Ну, я понял. Да, да. А тут они выходили эти, ну, лающие-то, вопящие, на наших друзей-то, которых знают. Они, им говорится, по мордасам развернули. Ты за собой смотри, Поп. Сейчас напали на одного. А он ведет занятия в епархии. Катеринаторские курсы. А в свободное-то время, ну, не свободное, а на работе, преподает в государственном университете и в академии. Это не по зубам. Он как им ответил один раз. И этот Дудин-то заявил хвостом, и сразу в пустые. И ничего больше нет. Вот сейчас они там на рождественских чтениях. Там пятнадцати выступающих было. И там, ну, разное там. Маунсен-Рикё. Еще только нету. И только два против людей. Один доклад против меня был. Против. Дворкин там стоит. А ничего нету. Они судят, совершенно не меня. Берут места, а там ничего этого нету. Нету. И кончилось ничем. Я повторяю, четырнадцать лет. И ничего нету. А я говорю, придет время, вы за каждой строчкой моих книг будете гоняться. Вот о чем я говорил. Оно раз. А как вы знали? Ваша версия оказалась верной. Не версия. Это откровение Божие. Книги написаны в пророческом духе. Никому абсолютно не прислоняется. Так написано. В каждой книге около трех тысяч ссылок только на Библию. Вместо Писания приводится. Три тысячи. А здесь говорит, говорит, как у Ткачевой. И ни одной ссылки на Библию нету. То есть привязывает к самому себе. Отошел человек и ничего не знает. Не записывает ничего. А если я его сейчас показываю, как у меня идет работа. Вопрос задан. Десять мест Писания. Вот где. Найди. Это с тобой навсегда остается. Каноны. Жития святых. Что святые говорили. Это четыре параметра. А они этого не знают ничего. Вообще не знают. Если вести беседы на переходе по священному Писанию, значит, надо прямо изучать конспекты, да? Чтобы люди записывали по стихам. Вот у нас занятия идут. Вот сегодня у нас будут по скайпу. Желаете, можете присоединиться. По скайпу. В среду и пятницу идет. Они с разных регионов. Даже в государство прислоняются люди. Идут занятия. Каждую пятницу. Пятницу и в среду. По московскому это в три часа дня. По нашему в шесть. Идут занятия. Сейчас будет послание к титул. Кажется. Ну кажется. Нет. Якова. Деяния только что закончили. Каждый выступает. Кому поднимает там руку или как оно видно. Ведет Сергей Пупков. Занятия. Ну и один сейчас по теме идет. Один сейчас это полчаса вопрос и ответы. Извините. Ну. Что-то добивает. Что-то добивает. Ну хорошо. Не буду вас надерживать. Спасибо Господи. Еще не надерживаются. Омолитесь. Я молюсь. Все. Вы на них даже не глядите. Они абсолютно неверующие люди. Совершенно безбожники. Поэтому сатана натравлют. Но, вам награда за это перед Богом. Вы никогда не протестуете. и что мы в интернет-то выставляем все. А то вам мысль еще подойдет, что убирать надо что-то. У нас это не допускается даже. Почему мы должны уступать людям, которые рабы собственной злобы? У нас главное достижение это свобода совести. Приехал митрополит, вот у нас был в деревне-то, и меня попросил проповедь сказать в храме. Я чтец. Я могу в храме говорить. Но я говорил на уподобление Богу. Главное качество свобода. О свободе. Которую Бог дал. Которую ты не имеешь права продавать никому. А это никто. Лающая псарня там идут, шакалы воют. Это их дело. А караван идет своей дорогой. Свободу Бог дал. Они посягают на главное, что Бог уподобляет нас себе. Вы по подобию моему созданы. А это сатана лает. Он хочет, чтобы мы были их рабы. Слушали их. Безграмотных, бесталантных, невежественных, злобных. Но зачем мне они нужны? Я могу только молиться. Укроти, Господи, их лютость. И в судный день не помяни их безумия. Это все пройдет, даже не вспомянется. Год прошел, и как будто их не было. У меня столько было врагов, и никого нигде нет. И я еще не вернулся из заключения, а прокурор уже умер. Следователь молодой совсем, тоже вдруг умер. Ну, вы бы пригласили бы и в гости. Попили бы чай. Да. Побеседовали бы. Враги-то я и приглашал в гости. Были. Прекрасные беседы были. Все. И вдруг сатана вот вошел в них, и сейчас гоняется за этими роликами. Там как-то взламывают, или я даже не знаю, как с администрацией, чтобы убрали. Там 9 роликов от самой Дудин-то. И при том эти ролики-то по всему миру идут. Они прекрасны. Разговор, как он говорил, что какой жестокий у них митрополит. Он из-за этого теперь его к миссионерскому отделу вроде бы как-то там прислоняют. Но он с ума сходит сейчас. Убрать, чтобы не знали, какой он есть. Он говорит, у нас архиерейцы, я не так скажу, живу в церковном доме, он меня среди зимы с ребятишками выкинет на улицу на мороз. И, видимо, эти слова-то теперь его начинают жечь. Его слова, не мои. Мои слова всегда одинаковые. Я 53 года не изменил ни в одном слове, ни разу, нигде. Почему? Потому что у меня было истинное возрождение. Я знаю свое избрание, я свидетельствую о Боге, о моей любви к Нему, о Божьей любви ко мне. Сейчас я посмотрю, как закончим говорить и посмотрю, есть ли где сохранилось то, что я вам писал-то. Потому что я послал когда, и я все номера все стер. Потому что у меня люди разные идут. А как же мы не могли не получить? Вы что, не заходили разве? Не, там было написано, но там не было написано за пересылку. Я все написал. И за пересылку, и номера все написал. А, ну, значит, я тогда... Прямо под скайпом. И вы под скайп смотрите все время. Я сейчас начну искать и заново вам все это восстановлю. По времени-то до Москвы это где-то уже рядом идет. Не так долго идет. А вот какие-то повороты, когда делает, тогда идет дольше. Там все написано, сколько не хватало. За книги, за все это 24 с половиной. А дальше сколько пересылки. И все на этом. Пересылка, ясное дело, что она ни копейку стоит. Ну, все пока, да? Да, все. Бося Господи. Слава Христу. Слава Христу.